Мы строили, строили и, наконец, построили. Жители многоэтажки на улице Муканова каждый раз с ужасом переживают дождливую погоду. Двор дома моментально превращается в искусственный бассейн. К тому же вода напитывает почву и стремится попасть в подвальное помещение. Почему так происходит и можно ли изменить ситуацию, выясняла Ирина Вобещевич. Жители ЖК «Найзайтас» на улице Муканова 21-3 со скандалом въехали в дом, о чем мы рассказывали в 2022 году. Но на этом их история не закончилась, а продолжается все эти годы. Вот в такой водоем превращается их территория во время паводков и дождей. Люди, чтобы выбраться из подъездов, подгоняют к ним машины. И опять, как и в прошлый раз, жители долго терпели, прежде чем заявить во всеуслышание о проблеме. От застройщика мы только, получается, слышим, да, мы сделаем, да, мы переделаем, да, мы это устраним, мы это делаем, но по факту ничего не происходит. Кредиты взяли, вложились люди, все, последнее свое, где-то квартиры снимали, ждали, пока это все закончится, ходили, переживали, бегали, все. Все будет, как нам показали на паспорт или как, мы прям рады были, что тут все было и огорожено, и заасфальтировано, и все, и насаждение даже. Про ливневую канализацию, вернее, отсутствие, и говорить нечего, и так все видно. Дом построен без гидроизоляции, строить ее начали в мае, после весенних потопов, и того, что фундамент десятиэтажки стал сыреть и разрушаться. Все разрыли и так и бросили. Все обещали белить, все белым, все сдать, лестницы недоделаны. Да-да, вообще кошмары, посмотрите, что творится у нас в подвале. Проблем в доме масса, это и недоделки в самих помещениях с ремонтом, с электричеством, а также с отопительной системой. Особой болью является паркинг, в котором выкуплены места, но из-за того, что вода туда постоянно поступает, он не функционирует. Неплохо себя чувствуют разве что арендаторы из автосервиса. Там идет покраска, там идет сварка, там все. Вот эти все бамперы, все выкидывают на нашу мусорку. Это все положено, это мы все дышим, это все. Я не знаю, куда уже нужно обращаться, помогите, пожалуйста, нам. Люди ждали не дом, а сказку, говорят они, но сказка получилась только страшная. Как так строят, где контроль, сокрушаются жители. В управляющей компании, когда принимали новостройку, надеялись, что с новым домом не будет проблем, но тут их больше, чем в старом секторе. В данном случае это ливневки, они никудышные, потому что вода не уходит, по колено стоит постоянно. Паркинг мы даже не принимали, потому что туда зайти невозможно. Это уже, как есть ли у них гарантийные какие-то обязательства застройщикам, это уже нас не касается, поэтому мы просто обслуживаем данный дом. Есть проблемы с электричеством. Допустим, в первом А-блоке на седьмом этаже вообще опасно, а силовые кабеля, они уложены неправильно абсолютно. Мы с этим боремся по-своему, наши электрики-профессионалы, есть энергетики, которые это пытаются устранить. Но здесь, конечно, нужна помощь извне, либо это государственная, плюс колодцы. Колодцы, ни один колодец не стоит на балансе. В данном доме мы работаем более трех месяцев, но наша компания работает очень давно на рынке мы, и таких моментов я еще на своей практике не видела. К сожалению, застройщик так и не пришел на встречу. Вернее, он приехал, но не выйдя из машины, уехал. На звонки не отвечает. Эксперты отмечают, что в такие ситуации не должен вмешиваться Акимат. Эти отношения регулируются в частном и, если надо, в судебном порядке. Со слов жителей, в августе истекает гарантия на дом. До этого срока застройщик в рамках досудебного урегулирования с подрядчиками заключил гарантийное обязательство на исправление проблем. Мы не верим гарантийному письму его, что он обещал нам это все сделать, доделать. Мы ничему не верим уже. Нам просто нужна помощь. Помогите.